А начнем мы вспоминать этот информационный день с пламенного привета нашей коллеге Татьяне Михалкиной. Сейчас она журналистом уже не работает, но 7 февраля 2003-го рассказывала телезрителям 10-го канала о выставке в Краеведческом музее. Об экспозиции про сельское хозяйство республики и промышленность. А еще о том, что Мордовию наконец-то перестали путать с Молдавией. Происходит это благодаря высоким темпам развития крупнейших предприятий. Продукции всех их представлены на данной выставке. Пять лет спустя жители Саранска жаловались на дворников, которые сжигали мусор прямо рядом с домами. Тогда еще не было доски позора, иначе это непременно был бы очередной возмущение пост. Да и Петр Тултаев тогда еще не работал мэром, поэтому и не реагировал на именной хэштег «Тултаев помоги». Но сюжет в эфире 10-го канала горожанам тогда очень пригодился. 7 февраля в 2011-м жители Мордовии тоже боялись одной страшной инфекции. Тогда в мире свирепствовал грипп H1N1. Такой диагноз в республике был почти у тысячи пациентов. 400 были госпитализированы, трое по слухам погибли. Эпидпорог был превышен на 100 с лишним процентов. Республика находилась на карантине. В инфекционной больнице не хватало коек. А эпидемиологи даже пытались запретить лекции у студентов. Мы вышли и вынесли предписание в адрес руководителей торговых организаций, розничных рынков, различных культурных, спортивных, развлекательных учреждений, автотранспортных предприятий. Там мы прописали, что нужно сделать. Что нужно сделать, что. Прежде всего, конечно, обратить внимание на масочный режим, на допуск больных лиц к работе. Под карантинный шумок в том же году был ограблен ювелирный магазин на 23 миллиона рублей. Воры проникли в торговый зал через отверстие в бетонной плите. А вот чем его сделали, как отключили сигнализацию, следователи долго выясняли. И говорили, что работали профессионалы. В 2012-м Наталья Тюрина каталась на снегоходах. Но это было не развлечение, а рейд. Надзорные органы обязаны проверять техническое состояние этой техники и регистрацию. Журналистов обычно приглашают понаблюдать за процессом. Обязательным условием эксплуатации снегохода является наличие защитных устройств. Без шлема ездить на снегоходе категорически запрещено. В 2013-м Мордовия защищалась еще и от африканской чумы. И обо всем обвиняли предприятия, которые экономят на соблюдении санитарных правил. Сельхознадзор ходил с проверками и предупреждал. Если очаг дойдет до республики, то Мордовия такого не переживет. Но пережили и африканскую чуму, и птичьи со свиным гриб. В 2017-м в республику пришли такие февральские морозы, которых в нынешнюю зиму, пожалуй, ни разу еще и не было. Столбик термометра опускался местами до минус 30 градусов. И синоптики напоминали, что отправляя ребенка в школу, родителям нужно обязательно посмотреть. Не отменили занятия. Вот таким этот день был в разные годы работы 10-го канала. Морозным, опасным и не всегда безмятежным. Зато сейчас есть что вспомнить и не стыдно рассказать. Людмила Кусерова, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин